сегодня мы вам покажем как мы готовим рассольник постный то есть сейчас у нас пост начинается и вот если кто-то этого не умеет покажем как мы это делаем получается очень вкусно и сытно что нам для этого нужно не пугайтесь вроде стоит много но это все быстро делается так во первых картофель вот такими кубиками крупными порезанные у меня вообще-то если вы делаете суп такой вот то все кубиками если соломка начнем соломкой нам нарезать это уже говорил но кто меня первый раз смотрит говорю сразу с крупой вот это у нас перловка перловка у кого какая есть у меня она уже предварительно уже обработанная вот в таком если кто в германии живет эту перловку нужно всего 10 минут где-то варить есть 20 минут она уже как говорится обработанная паром и я ее только чуть-чуть все равно промыла она уже почти готовая так лук здесь у меня одна большая луковица так возьмем это морковь тоже одна большая кубиком нарезанная это болгарский перец тоже 1 крупный и здесь вот такие три крупненьких огурчика ну чтобы было в этих огурчиках кислота это у нас какая сигурка мы берем германии вот в таких вот они крупные их резать удобно можно и натереть на терке если вы любите но мы любим что все так вот как-то немножко хрустящее было так это все для супа и что как говорится для зажарки здесь у меня томатная паста примерно чайная ложечка еще можно добавить аджики вот такую аджику беру берем русском магазине ну немножко то есть кто любит острое то есть по вкусу здесь у нас бульон овощной если постно варите здесь у нас соль мама такая тоже у нас с приправками всякими перец и зелень и и сегодня мы готовим на оливковом масле только если вы будете на масле только желательно оливковым то чтобы не горькое было потому что будет горечь в супе а так если бы мы не не постный супчик то мы бы на топленом масле бы все это приготовили что нам еще нужно будет эта кастрюлька где мы будем суп варить и сковорода где мы будем делать зажарку так и как у меня всегда смотрит знает что все время чайник с кипяченой водой все время должно быть должен быть наготове сейчас наливаем какую-то часть чтобы у нас картофель уже варился за это время сделаем такую легкую зажарку потому что сама зажарка естественно она очень вредная сейчас добавляем сюда картофель и где-то минут 15 варится пока у нас картофель уже закипает мы сейчас делаем поджарочку не очень много масла добавляем так ну и начнем с лука и так вот морковь перец прям чуть-чуть так чтобы она чуть-чуть поджарилась здесь нужно потише сделать тихоньку про перловку я сказал что в принципе что у нас она почти варена если у вас другая перловка то ее обязательно надо отварить другой воде до готовности и потом только добавлять не как во-первых пена будет лишняя а во-вторых она долго варится здесь в германии в основном перловка быстро варится теперь добавим морковочку в принципе примерно так теперь добавляем и так тоже минут 4-5 и затем нужно будет добавлять нам томасу немножко отжитую а за это время у нас где-то минут 10 картофель кипит и добавляем вот эту отварную как говорится в перловку и пусть еще поварится наша перловка нужно 10 минут варится и она готова и как раз еще 20 минут еще 10 минут и получится у картофель будет тоже готова у нас рассыпчатая картошка так закипает вот у нас примерно так зажарочка чуть-чуть поджарилась и теперь я в томатную пасту немножко горячей водичкой разбавлю и добавлю и добавлю немного аджики кто не любит не добавляйте и теперь будем делать такую зажарку и время от времени добавлять нам горячую водичку можно с чайника можно с кастрюльки саму кастрюлю вот смотрите не полную у меня мы сначала делаем зажарку добавляем и там уже можем добавить еще кипятка чтобы у нас не было слишком у нас кастрюля на 3 литра где-то минут час 7-8 пусть потушится я время от времени сюда тоже буду добавлять водичку так вот я здесь пару раз прям воды наливала она у меня как выкипит добавляю еще теперь пришла очередь нашим обукцам и рассолочку у меня тоже стоит если по кислоте любите кисленькое можно потом еще рассолочку добавить чтобы было покислее теперь добавлю сюда кипятка прям не бойтесь много добавляйте и после на примерно минут 15-20 теперь вот так у нас тушь сварится пока вот эта вода не выварится все на среднем огне так в принципе вот так примерно у нас должно оно выглядеть почти вся вода выкипела если не хотите томат пасту можете помидоры сюда добавить в общем проблем нет по своему вкусу что хотелось бы еще сказать когда варите рисовый суп или перловый обязательно почаще мешайте потому что может пригореть теперь мне это все сюда добавляем пока у меня обжаривалось я перловый вот именно суп картошку с перловкой я сделала прям на двоечке она у меня не остывала но и не кипела больше потому что уже была готова пока здесь все выжаривалось у меня ну вот видите примерно столько у меня как раз я почему не полную сделала теперь как раз разбавлю минут 7-8 дам еще повариться затем добавлю специи соль перец все еще дам минут 5 повариться и рассольник будет готов в принципе если вы без мяса не можете это все так же можно солить и на мясном бульоне так теперь мы посолим вот у меня видите какая соль видите здесь и морковочка есть две ложечки добавлю потому что она такая соленая и вот бульон к сожалению свой бульон у меня закончился сушить его что-то как-то как я уже говорила боязно уже немножко много электричества наверное уходит попробую сейчас она немножко перемешать попробовать по вкусу добавить лаврушку перчика еще лавровый лист просим для тех кто любит вот такой кисленькое то этот суп но это просто обалдение правда его можно есть и съешь вот эту кастрюлю потом быстро уже еще соскучишься еще хочется это точно это я знаю как тогда помнишь когда к нам приезжали гости мы сварили супчик на следующий день у них сын очень любит супы а можно говорит еще раз два дня подряд варила хотя мама у него тоже очень вкусно готовит просто мальчишка очень любит супы и вот этот суп ему очень понравился то есть рассольник теперь пусть покипит минут пять ну вот в принципе мы и сварили на соль попробовала все нормально теперь добавляем зелень вот так и прям минутка и отключаем и лавровые листочки тоже вылавливаем отсюда нам хватит чтобы они пять минут поварились и все вот такой вот у нас смотрите супчик получилось конечно со сметаной как бы еще если бы он был на топленом масле он бы был еще вкуснее но он так поверьте правда очень вкусный кто соблюдает пост но это просто чудесно вам этот суп это рассольничек не надоест не дроздись пожалуйста ну дадим конечно настояться еще постоять чтобы немножко как говорится подружились друг с дружкой в общем пробуйте и приятного аппетита и